Первый губернатор полуострова, покоривший Овачинский вулкан. Владимир Солодов принял участие в массовом восхождении, которое прошло 13 августа в рамках празднования Дня вулкана. Глава региона, как и ещё более 300 жителей и гостей Камчатки, рано утром прошёл регистрацию у подножия и начал восхождение. Владимир Солодов забрался на вершину Овачинского вулкана за 3 часа 27 минут. Общее время составило 4 часа 48 минут. Впечатление супер. На самом деле чистый восторг наверху. Во-первых, потому что ты понимаешь, что превзошёл себя, потому что это было очень непросто. Это было очень непросто. А потом ты поднимаешься наверх, и там потрясающая красота. Горячая земля, бьющие из земли клубы пара, извергающиеся, вот то, что мы видим из города. Пепел с вулкана, потрясающий Корякский вулкан, весь чистый, весь на виду. И вот это то самое чувство, когда ты ощущаешь себя на вершине мира. А к тому же ты ещё в среде единомышленников, тех, которые также прошли, пробежали, проползли дистанцию. Это не имеет значения. Значение главное имеет волю к победе. Вот это общее единение вокруг нашей природы вулканов. Владимир Солодов в следующем году планирует повторить восхождение. По мнению губернатора, покорение вулканов – это замечательная традиция, которая продолжается из года в год, объединяет людей и приковывает внимание общественности к уникальной камчатской природе и красоте. В рамках ежегодного краевого праздника «День вулкана» определили участников самыми лучшими результатами по времени восхождения до вершины. Самым быстрым среди мужчин стал Владислав Крюков, преодолевший путь на вершину за 2 часа 20 минут. Анастасия Слугина достигла вершины за 2 часа 37 минут и стала самой быстрой из женщин. Леонид Малышев 1957 года рождения стал самым старшим покорителем вулкана. Во время праздника на Авачинском вулкане прошли этап Кубка России и чемпионат края по скайрайнингу, а также первенство Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания. Первым к финишу на этапе Кубка России пришел Андрей Жендаев из Иркутской области. Его время составило 1 час 17 минут. Из женщин первой стала камчатская спортсменка Анна Малышева, которая прошла дистанцию за 1 час 34 минуты. Хорошо, понравилось. Единственное, что с погодой хотелось бы, чтобы пояснее было. Наверху было красиво, поэтому хорошо. Я приезжал в прошлом году. В прошлом году у меня маленько не получилось, травма была, поэтому я решил еще раз приехать и повторить. Первое место в чемпионате края среди мужчин занял Виталий Хамайко, преодолев дистанцию за 1 час 36 минут. Среди женщин самой быстрой стала Евгения Шиенкова. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 15 минут. Добавим, первый официальный день вулкана состоялся в 2008 году.